20 минут о красивой жизни, симпатичных людях и модных событиях. Это Beauty Time на 31. Всем здравствуйте! Спонсор программы. Профилактическая терапевтическая клиника «Формула». Если рассматривать урбанистику не только как науку о взаимодействии городских систем, но и в качестве некого социального тренда, речь пойдет о том, что каждый из нас в силах сделать для улучшения пространства вокруг. Эту сложную актуальную тему подняла в своем интервью редактор журнала «Собака. Русан Петербург» Яна Милорадовская. Подробности нашей встречи в следующем сюжете. Тема окружающей среды, вопросы урбанистики сегодня волнуют значительную часть городских жителей. Об этом дискутируют в сетях, это обсуждают на телевидении и в глянце. Журнал «Собака. Ру» выходит в 21-м городе России. И о каждом из них представители питерской редакции стараются составить личное мнение. Мы все с вами здесь агенты Милента. Мы находим людей, которые, собственно, меняют мир вокруг себя к лучшему. Я, на самом деле, не из тех людей, которые заранее формируют в себе что-то, чтобы потом очароваться или разочароваться. Я, на самом деле, предпочитаю приезжать и быть абсолютно открытой к тому, что я увижу четкое понимание красоты и уникальности того места, в котором ты живешь. И его облагораживание, его благоустройство. То есть понятно, что мы можем все переехать и наверняка действительно для каждого есть какие-то лучшие места на земле. Но действительно, я замечаю, и об этом говорят и в Красноярске, и в Иркутске, и в Самаре, и в Нижнем Новгороде. Люди начинают видеть красоту тех мест, в котором они живут. Я думаю, что в Челябинске такие люди тоже есть. Это можно назвать, я не знаю, просвещенной урбанистикой. Но по факту для нас это просто, наверное, осознание самих себя и самих себя в контексте города. Есть такое настроение у жителей в регионах, что только в столице все самое лучшее, красивое, актуальное передовое. А в отдаленных городах все с точностью да наоборот. Что у вас есть действительно очень круто. Во-первых, те деревянные дома с теми уникальными, очень тонкой резьбой наличниками, которые остались в Челябинске, они заслуживают отдельной популяризации. Я проехала на машине по городу и немножко прошлась. Все снимала, сохранились даже ворота. Это потрясающе, я считаю. Потом, вот здание элеватора Государственного банка. Я понимаю, что оно не является памятником архитектуры. Очень жаль, что это так. Но по факту это действительно уникальное сооружение. Великолепно, что мы можем посмотреть на него, возможно, его последние годы. Если может собственник этого здания сделать что-то, мне кажется, ему будет впоследствии благодарна вся страна, потому что, мне кажется, аналогов этого памятника, в принципе, нету по всей России. Кроме того, у вас великолепная совершенно акустика в театре Глинки. Я была в полнейшем восторге, потому что, во-первых, оркестр не глушил голоса. Во-вторых, каждый голос был прекрасно слышен. Голоса были очень чистые. Я получила удовольствие, потому что, действительно, когда ты рядом находишься с голосом и с музыкой, она, действительно, тебя абсолютно по-другому пронизывает. Это великолепно. Сам театр. Вот я знаю, что местные его немножечко поругивают. Но, на самом деле, вы абсолютно не правы. Во-первых, великолепные росписи. Плафоны с пейзажами. Я нигде такого не видела. Мне кажется, театр очень красивый. Я бы сходила еще в ЧТЗ, где тоже есть советские росписи, советские фрески. Я еще не успела. Видела на картинках. Я считаю, что это тоже уникально. Театр Наума Орлова. Очень красивое здание. Я поснимала. Там такая прекрасная лестница, которая вот такой изящной линией уходит, видимо, для завоза декораций. Наша с вами задача – образовывать себя и понимать, что вот все то, что вокруг нас есть, представляет ценность. Это очень круто. У вас есть и градозащитники, у вас есть и идеологи, у вас есть люди, которые придумывают фестивали документального кино. Мне кажется, вам есть чем гордиться. И, на самом деле, мне кажется, наша с вами задача, как журналистов, – это напоминать постоянно челябинцам, петербуржцам, людям, которые живут в Саммаре или в Иркутске, о том, что мы живем здесь не просто так. Нас окружают прекрасные люди и, в общем-то, абсолютно в наших силах что-то исправить или сделать лучше. Для того, чтобы улучшить мир вокруг, совсем не обязательно собирать митинги и реорганизовывать масштабные акции. Начать можно с малого. Например, донести использованную батарейку до пункта приема или же просто улыбнуться соседу в лифте. Я всегда за теорию малых дел. Мотивировать себя довольно просто. Надо все время себя немножечко подкинувать, да, не давать себе завязнуть в позиции жертвы и, на самом деле, понимать, что позиция жертвы – это иногда, может быть, слишком удобные позиции для того, чтобы ничего не делать. Мы все в эту ловушку время от времени попадаемся, но, по факту, наверное, всегда хорошо в голове держать, к чему ты хочешь прийти. При всей доступности модной одежды сама мода по-прежнему остается недосягаемой. А все потому, что тенденции меняются молниеносно и уследить за этим не всегда представляется возможным. К счастью и стилисты, которые позволяют разобраться в нюансах. Мода, она не просто все время меняется. Она постоянно заставляет нас преодолевать стереотипы, отказываться от того, к чему мы, казалось бы, только что привыкли. Но делать это просто необходимо. Только так можно оставаться современным, интересным и конкурентноспособным. А разобраться с модными трендами, со всеми возможными дисгармониями и провокациями, найти индивидуальное решение всегда помогут специалисты. Можно попробовать сыграть на разности в фактурах тканей или принтах. Например, клетка с клеткой. Они могут быть одинаковые в тональности, но, возможно, разные по размеру. Или при одинаковом же цвете ткани у нас может быть совершенно разная фактура верха и низа. Несколько сезонов назад элементы спорта в деловом и вечернем гардеробе считались ультрамодными. Сегодня лампасы, молнии и кулиски не ассоциируются только лишь со спортом. Брюки с лампасами очень хорошо вписываются в самый обычный классический повседневный гардероб. У нас всегда есть на помощь белая рубашка, есть футболки и жакеты, которые очень интересно соединяются с брюками. Спортивная тема, она с нами надолго, и поэтому уже в разных сферах жизни и в разных коллекциях вы можете это видеть довольно часто. Смело используйте ваши повседневные тоже гардеробы. Это придаст и легкости какой-то, и современности. Еще одна примета сегодняшней моды – это спортивная обувь, которая также сочетается буквально со всем, в том числе и с платьями. Следует платье выбрать все-таки какое-то лаконичное, и тогда, в общем-то, любую обувь вы сможете вписывать и менять настроение вашего образа. Мерить, смотреть, пробовать, экспериментировать, а главное – ничего не отрицать. Только так можно разобраться в тенденциях моды. Кстати, дизайнеры, маркетологи и стилисты давно не делят коллекции на молодежные и для зрелых людей, предлагая формировать свой гардероб, исходя из образа жизни и индивидуальных предпочтений. Камзол. Первый в Челябинске комиссионный магазин брендовых ювелирных украшений, предметов роскоши, антиквариата и аксессуаров. Прием на комиссию и продажа. Запись на индивидуальный визит. 223-43-63. 15 февраля на сцене Конгресс-холла. Одно из лучших шоу мира. Абба Рейюнион. Настоящие гитары Бьерна, винтажное пианино Бенни, оригинальная Фрида из знаменитой Абамании и победительница британского голоса в роли Агнеты. 15 февраля в честь Дня всех влюбленных. Мировое шоу Абба Рейюнион в Конгресс-холле. Категория 6+. Пошелушишь колосочек, очистишь пшеничку и скушаешь. Сразу чувствуется запах хлеба. Без соли, без ничего. Но приятно. Вот эта легкая белая мука. Мягкая-мягкая. Макфа. Основа творчества. Модные коллекции от европейских дизайнеров. Польская одежда на Сони Кривой 30 и Пушкина 65. Посмотрите Beauty Time. Программу о том, что делает нашу жизнь яркой. Продолжаем выпуск. За 20 лет фестиваль моды «Платье города» воспитал целое поколение дизайнеров. И именно в свой юбилейный год решил собрать всех именитых модельеров на одной площадке. Настоящий праздник красоты, стилей и моды. От специалистов высокого уровня. Будет представлен не как привычный всем показ, а как настоящее театральное представление. Для зрителей в театре смотреть интереснее шоу, чем классический фэшн, который в основном для специалистов. Когда одна за другой модели идут, и надо успеть рассмотреть, и не успеваешь прочувствовать вещь. Поэтому мы так основательно. Мы перебрались опять в оперный театр. И у нас даже пройдет мероприятие в день театра, 27 марта. Как-то это все символично. И в каждом показе, в каждой коллекции мы будем все прелести театра использовать. Неделя моды в Париже, допустим, в Милане и так далее, это понятно. Но, тем не менее, это какая-то такая вот площадка, на которой ты смотришь, как работают твои коллеги. Ну, в городе кто-то лучше ориентируется, кто-то хуже. И, тем не менее, в всяком случае, ты смотришь, на ком уровне ты работаешь. В этот раз своей концепцией удивляют не только организаторы фестиваля, но и его участники, которые уже давно приступили к работе над созданием весенних коллекций. Обычно я всегда шью свадебные и вечерние наряды. Все мои коллекции относятся к вечерней моде, мода от кутюр. В этом году я решила представить коллекцию Family Loop. Это вечерние платья для мам и дочек. Роскошные пышные фатиновые платья, кружево, пайетки, бисер, все, как я люблю. На фоне достаточно заполонивший рынок оверсайз вещей объемных, лично мне не хватает подчеркнутых изящных линий талии, щиколотых оголенных, запястья. То есть хочется элегантности, нежности, вот этого вот женственности. Большинство успешных дизайнеров одежды в нашем городе работают в формате ателье, но творческая энергия часто выходит за рамки клиентских заказов, а собственное видение современной женщины оказывается представлено в виде коллекций. В рамках ателье лично мне работать крайне тесно. И создание коллекции, да, это то, к чему уже самодеятельность ателье подвела. Просто произошел уже определенный рост, и хочется, естественно, давать за рамками ателье какие-то готовые решения, капсульные коллекции. В рамках ателье невозможно вообще свои порывы никакие сделать. Это потому что ты работаешь с клиентом, и ты делаешь то, что в первую очередь интересует его, и решаешь его проблемы. А когда ты делаешь коллекцию, тогда ты уже пытаешься выложить свое видение мира, города. В качестве хедлайнеров выступят известные российские дизайнеры, в их числе Сергей Сысоев и харизматичная Зухра Салахудин. А вечер откроет дефиле известных людей нашего города, опять же в образах от наших дизайнеров. Одной из самых популярных пластических операций в мире является блефоропластика, хирургическая коррекция верхних и нижних век. И вопреки расхожему мнению целевой аудитории, подобного рода манипуляций являются не только дамочки в возрасте. О том, как проводят блефоропластику в России и в Италии, смотрите в следующем сюжете. Одна из тенденций современной пластической хирургии – это сохранение индивидуальных черт лица, чтобы после устранения недостатков пациент был похож сам на себя и на своих близких родственников. Особенно преуспели в этом мастерстве итальянцы. Кстати, у них миссию врача-косметолога и пластического хирурга выполняет один человек. В Италии нету разницы такой, как в России. То есть пластический хирург может заниматься и тем, и другим, а вот в России этим может заниматься только врач, который закончил специализацию. Вот, может заниматься и хирургией, и хирургической медициной. Доктор Иван Гайя, член Европейской ассоциации лицевой пластической хирургии, принимает пациентов в пяти городах Италии. Одна из самых популярных операций – блефоропластика, коррекция нижних и верхних век. Кстати, специалисты эстетической медицины настаивают на том, что этот метод связан не только с омоложением. Потребность устранить нависшее веко или мешки под глазами есть и у мужчин, и у женщин в любом возрасте. Лицо – это, прежде всего, глаза, это зона вокруг глаз, это взгляд. Поэтому, когда средняя лица, когда она дает вот ту усталость, взгляд, который не горит, который не открыт, прежде всего это. Основная операция у мужчин – это блефоропластика. Поэтому, что тяжелый, уставший взгляд – это не только проблема женская, а и мужская. Если корректировать необходимо только нижнее веко, то обычно назначают так называемую трансконъюктивальную блефоропластику. Это бесшовный метод. Веко травмируется минимально, а реабилитационный период составляет всего 4-7 дней. В последние годы пластическая хирургия получает широкое распространение. Сегодня ее расценивают не как крайнюю меру, а как возможность жить здесь и сейчас, устранив видимые недостатки. Деваем женщин уже 15 лет. Проспект Ленина, 71, Труда 166, ТРК Горки, 2-й этаж. Пошелушишь колосочек, очистишь пшеничку и скушаешь. Сразу чувствуется запах хлеба. Без соли, без ничего. Но приятно. Вот это легкая белая мука. Мягкая-мягкая. МАКФА. Основа творчества. Happy New Year! 15 февраля на сцене Конгресс-хола. Одно из лучших шоу мира. Абба Рейюнион. Настоящие гитары Бьерна, винтажная пианино Бенни, оригинальная Фрида из знаменитой Абамании и победительница британского голоса в роли Агнеты. 15 февраля. В честь Дня всех влюбленных. Мировое шоу Абба Рейюнион в Конгресс-холле. Категория 6+. Профтерапевтическая клиника «Формула». Эндокринология, терапия, косметология, элементология, эстетическая медицина. Персональный подход к вопросам качества жизни, стройности и активного долголетия на основе индивидуальных и комплексных исследований знаменитой лаборатории «Хеликс». Клиника «Формула». Мы в самом центре Челябинска. На Кирово 159. Вы смотрите Beauty Time. Красивые подробности красивых событий в формате No Comment в завершении выпуска. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok